Сегодня в выпуске. Торжественно-траурное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата, прошло в парке имени Пушкина в станице Северской. 4 декабря прошла прямая линия с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. В станице Убинской газифицируют здание фельдшерско-акушерского пункта. Жители станицы Северской почтили память павших в боях с фашистами солдат, чьи имена так и остались неизвестными. В начале декабря вся страна отмечает День Неизвестного Солдата. Торжественно-траурное мероприятие прошло и в парке имени Пушкина у мемориала «Вечный огонь». Низкий поклон всем тем, кто в годы Великой Отечественной войны сражался, ушел на фронт, не задумываясь добровольцами, даже те, которым не было 18 лет. Ушли не задумываясь, ушли защищать свою родину, свою мать. Вечная память невернувшимся с полей сражений и вечная слава. Тысячи солдат отдали своей жизни, чтобы их потомки могли жить в свободной и независимой стране. Имена их неизвестны, но подвиг не забыт. Он бессмертен в памяти миллионов людей. Минутой молчания почтили погибших героев и возложили к подножию мемориала красные гвоздики – символ огромной жертвы, принесенной ради жизни и счастья других. 4 декабря прошла прямая линия с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Глава региона в формате прямого эфира больше четырех часов общался с жителями. За это время удалось обсудить свыше 35 вопросов. Среди них строительство и реконструкция соцобъектов, развитие дорожной сети, поддержка семей участников СВО, вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжение и водоотведение, социальной газификации. Вместе с коллегами находился на связи с губернатором глава Северского района Андрей Дорошевский. Всего в рамках прямой линии поступило более 10 тысяч вопросов. Несмотря на огромный поток, предметно разобраться должны с каждым обращением, пообещал губернатор. Уходящий 2023 год для небольшой станицы Убинска и в Азовском сельском поселении стал довольно удачным. В самом разгаре реализация проекта строительства магистрального водовода. В станице нет водопровода, а жарким летом колодцы местных жителей и вовсе пересыхают. Магистральный водовод обеспечит Убинску сетевой водой. Населенный пункт считается газифицированным, но газ есть не везде. В здании Дома культуры его завели около года назад, а вот местный ФАП до сих пор отапливается дровами. На одном из личных приемов глава района Андрей Дорошевский сообщил, что до конца года ситуация изменится и фельдшерско-акушерский пункт в скором времени подключат к системе газоснабжения. Фельдшер Татьяна Николаевна Сазонова работает здесь уже 10 лет. Для местных она как член семьи, к которому за помощью можно обратиться в любое время дня и ночи. С удовольствием показывает новые радиаторы и газовый котел. Все готово, осталось дождаться подписания документации, а пока в ожидании подключения газа каждый день она приходит в 7 утра, чтобы растопить печь и приготовиться к приему первых пациентов. С одной стороны, сельская романтика, но жутко неудобно. Все старую мебель и оборудование поменяли. На пол постелили новый линолеум. Стало красивее и удобнее. А вот воду Татьяна Николаевна носят сюда в бутылях. Но такая необходимость в скором времени тоже исчезнет. Водопроводные трубы к ФАПу уже проложили. Правда, после монтажных работ осела земля и попасть в здание пожилым пациентам теперь удается с трудом. Обещали исправить. Уже скоро полейница дров на заднем дворе станет просто живописным антуражем, а старенький ФАП по тенью многолетних сосен станет комфортнее и для пациентов, и для врачей.